здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжаем работать над холстиком который прошлый раз натянули грунтуем его смотрю поверхность и вижу торчат какие-то ниточки значит ниточки я обрезаю я вам скажу крымольную мысль что я не делаю проклейку под акриловый грунт и у меня никогда не было проблем с акриловым грунтом во-первых желатиновая проклейка или любая другая клеевая проклейка хрупкая при скручивании холста в рулончик при повторном его натягивании при деформировании во время хранения на холстах с использованием клеевой проклейки очень часто возникает кракелюр акрил материал новый и пластичный часто меня спрашивают а что будет с вашим акриловым грунтом через сто лет я не знаю что будет с ним через сто лет но 15 лет моей практике говорят о том что по сравнению с эмульсионными грунтами с использованием клеевой проклейки акриловый грунт ведет себя гораздо лучше приступим к грунтовке вот мой любимый акриловый грунт единственный минус который может кого-то смутить когда холст очень редкий грунт может просачиваться на противоположную сторону эффект этот чисто косметический тем не менее кому-то может не понравится и если холст редкий то проклейка имеет смысл шпателя обойный шпатель строительный можно использовать или обычную линейку на что обратить внимание уголки у инструмента должны быть немножечко скругленные потому что если они будут острые то во время проведения по холсту останутся вот здесь такие дорожки от острых уголков обои шпате должен быть ровненький как во фронтальном сечении так и в боковом вообще все инструменты должны быть ровненькие если же у вас нету никаких потери вот простая линеечка на у меня видавшие виды с неострыми уголками так и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом всё. Желаю вам удачи. До свидания.